юбка полностью собрана я имею ввиду боковые швы и оборки отдельно собраны и как я говорила я хочу оберложить выделить эти оборки у меня в петлителе заправлена махеровая пряжа которой я вязала для удобства у меня стоит на полу одна бобинка и вторая бобинка стоит за непосредственно самим оверлоком очень важно удобно расставить эту пряжу потому что чтобы она безупречно легко подавалась так как место маловато вы видите поэтому у меня расставлено вот таким образом на катушке не поможет наматывать потому что верлочная окантовка заберет много пряж и здесь вот какой нюанс если вы хотите получить очень сильный баллон по низу вам придется возможно даже срезать сам низ я хочу получить этот сильный баллон поэтому я низ надрезаю а верлок у меня настроен на растяжку и вы видите я слегка надрезаю первый ряд для того чтобы вообще выполнить растянутый края и как видите кто-то спрашивал у меня на онлайн встречи по поводу будет ли это грубо но я считаю что это не грубо я считаю что это красиво и изящно и интересно более того оверлочной строчкой по кругу я пройдусь несколько раз когда наша елка готова по линии сгиба пояс заложили пополам вложили в нее резинку я решила прострочить просто на распоршивальной машине этот шов и и Получается довольно-таки красиво. По изнаночной стороне получается красивый распашивальный шов, который я очень люблю, а по лицевой стороне его просто не видно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...